Зимник дорога трудная. 300 километров по марьям и лесным чищобам это не 300 верст по кругу годички. Подъемы и склоны, частые неровности, которые водители сравнивают со стиральной доской затрудняют путь. Среднетехническая скорость на зимнике всего 24 километра в час. Вы держите всегда среднетехническую скорость на зимнике? Ну да, конечно. Да тут и сильно-то и не разгонишься. Так и получается, какая скорость есть, так и едем. Дорогу утомляет, поэтому, чтобы исключить воздействие неблагоприятных факторов и обезопасить движение, зимники оборудованы специальными пунктами. На середине пути до Накына дальнобойщика встречает Батуобинский пикет. Основное предназначение подобных пикетов – это дозаправка топливом. На базе постоянно имеется необходимый запас ГСМ, который регулярно пополняется топливозаправщиками из Мирного. Погрузка ведется по счетчику и ведет учет и контроль местный дорожный рабочий Рауф Емалтынов. Рауф, насколько часто проводите заправку? Ну, в данный момент машин не очень много, но примерно машин 30-40 каждый день заправляем, дозаправляем. В основном идут с Ленска, с Мирного и кусты с Накына. Дозаправка, а потом отдых, если позволяет время. Или наоборот. Пикет – это теплый домик с печным обогревом. Здесь водители могут переночевать, покушать и набрать горячую воду в термосы для чая. Воду берем с озера в декабре месяце, ну а после декабря озеро промерзает, пилим лед, завозим лед сюда на пикет. Есть на пикете и спутниковая связь. Два раза в сутки Рауф Емалтынов передает сводку о прохождении транспорта и изредка возникающих поломках. На расстоянии около 200 километров от Батуобинского автопункта следующий, он же конечный, уже в самом Накыне. Это одноэтажное общежитие, оборудованное всем необходимым для комфортного проживания рабочего персонала. Месяц работаю здесь, месяц дома. Условия труда, я бы сказал, хорошие. Столовая есть, всегда можно приготовить для себя обед, две плиты, сушилка хорошая есть. Потом холодильник есть, душевая комната есть, теплые туалеты. Ну, я считаю, что что еще надо? Все очень хорошо. Но более всего в Накыне удивляет столовая. Широкий ассортимент блюд и невысокие цены, несмотря на удаленность поселка. Стараемся работать от прямых поставщиков. Нету никаких у нас левых накруток, ничего. Сразу, как говорится, с завода и сюда. Поэтому у нас все так. Ну, я знаю, что вы сами хлеб выпекаете, булочки, да? Всю кондитерку, хлеб, булочки, все сами делаем. Начиная от хлеба, заканчивая разными тортами, пирожными. Голодным отсюда никто не уходит. Так что обратный путь, путь домой. Отдохнувшие и набравшиеся сил водители проходят с настроением. Тем более, когда и погода на твоей стороне. Продолжение следует...